Так, ну все, ты таки вбил. Да, я-то все вбил. Ты говори, говори. Так. Ну все, я слово тебе передаю. Все, в принципе, теперь я уже готов. Что можно сказать? Вообще, многие вот в интернете писали, что вот этот полуфинал, это игра равноценная финалу. Знаешь, я с этим не согласен. Ну, я тоже с этим не согласен. Финал, он будет финал. Могло быть все, что угодно. Были бы здесь Moscow 5, там были бы тут Virtus.pro, могло быть все, что угодно. И, в принципе, я думаю, что не стоит такое говорить и, ну, не знаю, как-то опускать. По-другому не скажешь, вот, команда из России. Все нормально вообще, я не знаю. Ну, с российскими командами так всегда. У нас два жестких полуфинала. Да, два жестких полуфинала. Один жестче другого. Но здесь европейская такая заруба получается. А вот второй полуфинал будет чисто русский. Классика. Да, после вчерашних вечерних событий, всяких веселых вообще историй в интернете. И интересных результатов в матчах. Получилось так, что два русских коллектива сильно будут биться. Да, 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 да. Поэтому... Понеслась. Нет, не понеслась еще. Одного нет игрока. Офикс. Хотя вроде они все на сервере. Как я смотрю. Упс. Ретри. Ну, давайте смотреть. Вообще... Не, вообще вроде как бы не... Не, ну это не лайф. Это лучше был павник меня. Это все нормально, в принципе. Я аж перепугался. Да, ну мы ждем последних игроков. И, в принципе, все пойдет. Так, го-го-го. Давай я сделаю ретри, потому что у меня не все игроки сейчас в... Хелсбаре. Да. Не, игра будет очень ярко, красиво. Вот вчерашний вопрос остается открытым. Без инфы. И смогут ли, да, поляки обыграть команду СК. По-прежнему напоминаю, что мы комментируем без какой-либо информации, потому что... Волнуются некоторые персонажи. Ну, не то что волнуются. С лакированными волосами. Не, ну просто... Такая ситуация, что действительно поляки некоторые слова понимают, поэтому на всякий случай не будем рисковать, говорить какую-то информацию. Будем, вот, в принципе, как и всегда. Как будто две русские команды играют и, в принципе... Не, ну можно по-деревенски что-нибудь придумать там? Не, ну по-деревенски, да. Длины-то поля там и так далее. Да, да, да. Ну, в принципе, совсем скоро будет начинаться игра. Сейчас ребята становятся для обсуждения последних уже, последних каких-то фишечек по своей игре. Ну, это больше такой моральный настрой, так ребята все собрались, собрались, бодриться нужно настроиться и начать эту игру. Форрес, кстати, перед игрой посмотрел клип группы Slipknot. Да, он вообще два дня уже смотрит и орет вуф-уф. Форрес два дня себя ведет немного по-сумасшедшему. Да, что-то есть, что-то есть. Много волнуется польская команда, это видно сразу. Какие-то проблемы были. Вот почему игра немножко позже стартовала, потому что какая-то проблема вот у Лурда с ногой была. Ну, вообще, говорит, там, не мог одеть штаны вообще. Пришлось ему поменять повязку, пришлось, ну, как бы, долго-долго, да, вот. Но мы зрителям говорим, а они это не знают. Вот. Да. Да, все правильно. Поэтому, в принципе, даем время, конечно же, команде FX, понимаем всю ситуацию. За два месяца вот первый лан для FX. В принципе, из-за травмы Лурда они и пропускали все эти ланы, которые были, в частности, Dreamhack. Ну, теперь начинают снова играть. Первый турнир Intel Challenge. Дальше 22-24 у нас Game Gun. Там, в Испании, Бильбао. Там тоже будут и уже и наши все команды, я думаю, и FX. Там российский коллектив тоже, может, упасть туда, отправляется. Да, туда. Но там тоже будет интересно. Там еще и призовые очень хорошие, между прочим. Да, 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 да. Ну, и дальше у нас будет уже много турниров, где мы увидим все эти команды по всему миру. И в Испании, и, я думаю, наших мы увидим в Корее. Ну, и под конец года главное событие ВЦГ и СВЦ. Вот так как. Все хорошо у поляков, собрались им. Похлопали, тут Делпан возвращается на исходную позицию просто. Прибежал, прибежал из будки. Да, у него здесь такой секретный проход. Да, заорканил будку просто. Не, у него есть секретный проход через нашу комментаторскую зону. Там светлестница еще, кстати, сбоку. Он, друзья, поднимается. Чуть-чуть тише звук игры сделать. Так. Игры убрать? Тише, да, да, да. Все. Так. Ну что, понеслась, друзья. Боевые рестарты. СК против FX. Первая карта Dead Rain. Вторая. Даст два, да, и третий. Да, Вадим. Ух ты. Нюк убрали. Вот, польский нюк мы не посмотрим сегодня. К сожалению. Тут, кстати, уже тут так-то грузинно действует. Ну, вот я хотел включить гидрайд, ему уже, да. Шиб... Щубля, щубля. Ну, тут немножечко СК как бы задерживаются. Сонтака. Они, походу, хотели с разных сторон сразу выйти, просто поджать. Ну, задержались. Немного. Такс. Здесь врага фейсен. Вот уже перестрелка пошла на плене, и Лор делает минус. Фейс, Робан, минус Форест. Фейс один остается. Ну, давайте за ним посмотрим. Один в три. В размер игры этого добивает ТАЗ. Ну, и поляки берут первый пистолетный раунд в защите, в принципе. Ну, вчера была борьба на карте Dead Rain. Я, в принципе, не знаю, вот почему я, все-таки, вы решили эту карту выбрать. Вот тут просто вчера все решилось, там, в последних ключевых раундах. Да. Как бы, как бы, не знаю. Другая игра, другой день, и вообще, может быть, ну, совершенно другой счет. Потому что и в пользу другой команды. Я не знаю. Тяжело, тяжело будет Трэйн по-любому. Даст будет очень боевой, однозначно. Ну, смотрим за тем, что сейчас будут делать СК. Выход. Ну, здесь тут блестяшко, но выход. Бур, бли, этого не прочекали. Тут распроизовался. Да, больше фристайл просит СК. Так, СК, фристайл попросили. Менеджер негодует. До сколько фристайл? Восемь секунд. Был 10, 2 секунды. Сейчас поменяют. Ну, что, 2-0. 2-0 сейчас будут. Не, пока все нормально. Лорд принял эко-раунд и дал три минуса, раздал на зелени. Ну, в принципе, Лорд отлично отыграл просто раунд. Потому что там не смогли они там еще деглы реализовать. По-моему, даже не умер. Так, ну, что там вот? Ну, там еще включился в раздачу. Ну, а сейчас, типа, с глоками тут, кстати, выкинули. Ну, здесь без церемонии. Без церемонии. Стараться будут играть именно, надаваясь на раунде. Вот сейчас важный момент наступает просто. Ну, с глоками, в принципе, тут не постреляешься особо на дальнем расстоянии. Можно попугать только вот. Ну, вот сейчас важный момент. Калаши. Да, смотрим. Первый девайсный раунд. Понятное дело, FX'ам нужно закрепить свою экономику, чтобы дальше вот могла команда играть через снайперскую винтовку. Будем так говорить, да? Да, снайперская винтовка. Это нормально. Или просто винтовка. Винтовка, да. Через винтовку. Как мы тогда будем кольт называть? Мне интересно. Я не знаю. Тогда будет линза и винтовка. Но линзы пока нет. Я отсмотрю, ее нет. Так, ну что, там уже есть пока что проход от Sky Gaming, фраг от Гидрайта. Нашли за трансформатором Лорда и теперь уже в меньшинстве. С двух сторон так хорошенько поражали. Ну, грамотный выход просто по центру. Паша, посмотри, Паша. Пятерку защищает. Разбил лицо. Фейс. Фейс, да. Фейс получил фейс просто. Красавчик еще так. Иногда можно перевести этот ник. Слышал. Я и такой перевод. Нео. Три делень. Нео. Ой, собирает, впрочем, что дальнее расстояние. Дигу. Ну, нет. Нет, не будет отрабатывать. Все правильно. Я решил дальше не стреляться. Не стоит. Уже два фрага сделал. Зачем? Тоже просто составляющая такая. Что численный перевес огромный. О, коллектива. Так, ну, вот он опять увольнительный начинает. О, минус четыре от Нео. Стрижет по головам. Ну, это отличный берст. Тробан сидит и взевает. Ну, вот это 4-0, в принципе. 4-0 и немножко разогрелись. Разогрелись поляки. И вот, кстати, нужно смотреть на этого парня. Ну, в принципе, от него будет много зависеть на этой карте. Да и вообще. Думаю, на Дасте так точно. Мы вчера уже определили, что у нас. То же самое винтовку, что и Паша. Да, ну, а Паша у нас вообще король. Король длины после вчерашнего дня. Мы определились. Но он любитель, кстати, за атаку постреляться с фотки. Ну, почему бы я не. Я вам это показывал. Так, ну что, это. Попытка блестяшка. Блестяшка. Паша, минус, сделай наверх-вниз, пленпа. Сейчас, нео, может, закрыть. У нас двух сторон, правда, таранят минус от Делпана. Есть лурт. Хорестфейс погибли от его. Лурт собрал здесь всех и последнего увидел. Так, ой, тут гидрайт-то вообще прошел, походу, по зелени. Вышел на линию. Сейчас попытается доставить неприятности. Не, все, он здесь уже бонус не соберет себя. Все, отстрелялся. Не, да, не засчитывается хэдшот. Еще ослепили его в начале, пока он стрелял. Все, посмотри, его просто раскидывают. И все, не дает уйти. Пытается как-то, не знаю, разнообразить игру, побегать, пострелять. Но не вышло. Не вышло ничего толкового предпринять. Пока-то такая, более-менее, я не хотел бы сказать, спокойная игра. Но все-таки я ожидаю второго полуфинала. Там будет вообще просто... Ну, вот второй полуфинал будет... Его уже, наверное, ждут все после чего. Его ждет вся Россия. Да, и не только. Я думаю, вся Украина... Все СНГ ждет просто. 100%. Скандал, интриги, расследование будет совсем скоро. Но нам нужно узнать, кто выйдет в финал. Опять же, не забывайте, что призовые тут три места на чемпионате. И сейчас какая-то команда останется без денег. Какая-то команда поедет домой, еще и без денег. Ну, получит уважуху. Итак, минус от Лурда есть. 4 в 5. Численный перевес у польского коллектива. Пока прострелы, да, тут па уже пошла вовсю. Делпан, ой, как засадил-то по-страшному. Ну, 3 в 3, 3 в 3. Ну, тут получилось сейчас вот отработать момент. 3 в 3. СК сейчас главное после размена вот выстоять. Выстоять на всей задумке. Ну, сейчас вот этому парню главное выстоять. Ох, как не попал. Паша два раза не попадает. Паша втыкает. Успи просто кознил гидрайт. Это лол. Это полный лол. И минус от таза остается у нас один Делпан. Ну, Делпан на такие раунды по зубам. В принципе. Тут все будет зависеть вот от человека. Из трех букв. Ну, тут он мог услышать. Хотя нет, тут Делпан просто время начинает поджимать. Ему нужно здесь уже обладать какой-то информацией. И ждать хотя бы одного человека. Естественно, он будет в движении. Ну, у него опять же минус мобильность. Нет, теперь все. Теперь он мобилен полностью. Быть готовность на Ура у него. И... Ой-ой-ой. Палевно. Так, таз. Ну, там легко. Ну, и берут раунд. Очень легко было. Очень мало ХП осталось у Делпана. Хотя этот парень... Такой жесткий СВП может... Ну, он тут немного не угадал просто с позициями. Я думаю, вот, тазов. Таз просто хорошо сыграл. Сразу пошел обходить. Сразу пошел наверх-низ. И... Как бы не ждал его здесь Делпан. Так скоро, так быстро. Делпан вчера в защите хорошо разыгрывал. Очень хорошо, я бы даже сказал. Ну, здесь 6-0. Да, пока 6-0. И вопрос остается открытым по поводу стиля игры команды СК. И когда же кто-то начнет останавливаться. Вот предвещают, что на Гейм-Гуне уже все может встать на свои места, когда туда пойдут Нави. И, не знаю, в хорошей форме какие-то еще парочку команд. Ну, будет колоритный турнир. Да, по-любому. Что-то не будет ярко выделяющихся персонажей. Там, конечно, есть команды, которые равны уровню. Это будет очень интересно. Да, пока что 6-0. Пока и ФХ хорошо, конечно, защищается, если ему дастся. Это сделать круто. Конечно, они смогут очень легко выиграть первую карту. Но с ИСКА легко не получится. Проблема начинается в восьмом раунде постоянно. Ну, там 8-й, 9-й, 10-й. 8-й, 9-й и все. И они начинают с него отлетать. Что-то не идет. Но это, опять-таки, сбор информации от атаки. И все можно разрулить. Проблем не существует. Мы видим какие-то дымы. Пошли по четвертой. Пошли дымы. Флешечки. К трансу. И смотрим. Ох, как не повезло. Тут мне он в прыжке пытался сделать выстрел. И закрыли дымом пленты. Закрыли. Там где-то фейсово. Все поставлено. Бомба. Спину обошли. Ну и 2 в 3. 2 в 3 ситуация. Перевес. Да, команда SK Gaming Face открывает линк. И Кубан 1 в 3. И Кубан в очень тупиковой ситуации. Да, стоит бомба. Ему тут, конечно, тяжело. Но вы видите, все прекрасно сами. Измена садфейса. Надо было идти. Надо было убегать. Да, сегодня пораньше. Видишь, SK берут раунд. 6-1. Ну и, в принципе, там по-любому должны быть деньги у команды Фраг Экзекьюторс. И сейчас начинается уже интересная игра. Вторая половина первой половины. Такая более активная. Даже более большим количеством девайсов. Меньше должно быть различных сливов. И больше экшена на карте. Сейчас посмотрим. Ну вот SK сейчас нет быстрых раундов. Ну вот они сыграли относительно быстро. Теоретически там последние. 50-40 секунды было открытие от них. Вот, сейчас я не знаю. Сейчас, наверное, я опять уйду в глубокую оборону в атаке. Как бы так. Не, ну тут трейн. Все тут идет. В принципе, можно, конечно, играть и быстрые раунды. Можно что-то придумывать. Но в основном это вот вражение по туннелям. Перетяжки от одной точки. От зелени. Вот сюда вот. К перемычкам, к котлам. Так, тут, как видим, дали штраф. Одному из игроков. Шведского коллектива. И, ох, как таз принимает. Первый фраг есть. Робан разменивает. Пошел проход у них наверх. Вот таз решил до конца вот застрелить. Одного игрока там уже сел. А эската заперта на самом деле. Как бы они сейчас начнут. Могут выйти и попасть прямо в самые кровожадные руки. Вот смотрим, там уже какая-то война начинается. Боляка в защите происходит. Минус от лорда. Да, ну и все. На лорда пошел фокус просто. Поджим с этого. О, форес как заходит. Просто носит лорда Пашин. Пашин совпадал минус. Пашин. 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 Тащат шведы. Не оперестреливаться с форстом по-моему. О, форес. Просто лесом лес. И Паша один против двоих. Его видели. Пропустил. Пропустил, да. Как прикольно играть в ССК, да? Ну и прям на таком контакте. В такой ситуации просто взяли и грулили. Ну и форест ставит. Ну это раунд фореста. Потому что раунд, в принципе, брал с поляками, но минус нео на верхней волне с одной пулей и дальше пошел просто разбирать. Разбирать всех форест. Шо есть два? Форест очень рад просто, что вот взял сейчас раунд. Такие дела. Ну вот у поляков уже начались траблы, посмотри. Как бы... Два очка отдают. Ну давай, смотри, смотри. Сейчас ССК есть шанс закрепиться просто. Давай, смотри, за игрой. Минус от Паши, минус от Кубина. Фейс минус нул нео. Большинстве и фэкс. Лурд. Дотопил. Ну вот у лурда там контактная ситуация получается. Разворачивается. Понимаете? Да, да, все последнего контроля. И против фотки, фотки. Ну дилпан, да, такой дилпан. Он, конечно, там справится. Ну он один в три остается бить бомбу. Это не на руках и, конечно, ему нужно... Но он рядом с ней. Рядом с ней, это главное здесь, как видим, открылся на 2-2. Спокойно поджали и это 7-2. Сейчас вот пытались разыграть быстрый раунд, но к нему были готовы поляки. Но если бы сейчас ССК взяли раунд, то у нас бы, в принципе, и начались бы, наверное, сливы от Фрак Экзекьюторс. Потому что деньги уже заканчивались. На последнее просто закупились. И очень важно было для них выиграть этот раунд. 7-2. Фрак Экзекьюторс впереди. Первая карта. Полуфинал восьмого сезона Intel Challenge. Прямой эфир из Киева. Сейчас, кстати, плотненько прикупили себе ССК. Просто до последнего. Денежку слили. Ну давай смотри, давай смотри, что за игрой. Давай смотри, за вот этим моментом. Так, ну что мы здесь видим? Мы видим тут... Да ладно! Играет. Как он просто внимательно просмотрел. При том, что на ходу отвесил тут шот. Но тут шанс есть. Паша дает фрак. Бомба ставится. Паша! 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 Минус фрак! Просто по пункту спокойно. Ну и все. И поляки здесь не волнуются, в принципе. Понимают, что здесь можно прониклить. Трифт-три. Долпан открылся. Паша! Минус трифт! Градата от Паши. Ой-ой-ой-ой. Просто батюшки. Паша! Минус четыре! Свои сюрпризы, конечно, тоже есть. Но Кьюбин перекрыл Робана. Вот Робан сейчас мог очень отлично разыграть. Паша разошелся вообще. Просто жжет. Паша принял. Хорошо, что они Робана закрыли. Он в Зиге заходил. Минус четыре от Паши вообще. Он мог натворить. Долпана, кстати, грамотно убрали. Красиво кинули туда гранату. Но его нахалили хорошо на контакте. Эх, восемь-два. Вот он восьмой раунд, просто который... После которого у поляков начинается фантастика какая-то. Да, ну вот здесь фантастика немножко раньше началась искания денег, и они... Ну, давай смотреть. Давай смотреть за игрой. Окей. Такс. Вот это понятно, но... Придет к тебе потом на Линдову. Потом Долпан за мной охотятся. Нео. Так, минус 1 на зелени. Ну, там просто... Там Паша. Сейчас там забор должны поставить, правда... Ой-ой-ой, Паша! 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 Увольняет трех игроков. Просто... Сладение с Юспа. Его не убить просто никак. Да. Уже подобрали там кольч, уже Пашу втопили из кольта. Он все равно с Успа там еще разобрался. Минус два дал. Вот на одно ВП и как... Ну, зато ВП, посмотри, как у полякова. Да, вроде оно одно, но справляются. Да. В принципе, пока что здесь и не нужно второе. Во-первых, это денег слишком много. Надо всегда задумываться, стоит ли играть в два ВП или нет. Это как минимум на один лишний раунд играешь. Да. Если ты играешь с одним ВП. Вот, сто процентов. Какой-то полубайта можно сыграть. С одним деглом, четырьмя девайсами. Ну, можно. Да, два ВП. Это все печально. Так, здесь, как видим, уже интересная ситуация разворачивается. Для сбора информации. От польского коллектива. Та, с Варкади минус Робан. Он еще там, походу, нет, он не убил. Там просто был рядышком игрок. Ааа. Бомбу не выбил. Я думал, он сверху. Ну, вот. Кристофер теперь будет волноваться здесь, наверное. Да, ему было страшно. Ему было страшно. Довольно неожиданный такой момент. Решили поджать на отца, как называется. Да, пошли сейчас с FX и отлично сыграют. Зато теперь у них исчисленный перевес. Да, да. И теперь все равно, видишь, они поменяли игрока. Сейчас здесь вот один уже игрок. Совершенно с другим оружием, чем тот, который давал минус. И Дэл Пан, подождите, Дэл Пан. Минус Нео. Открытие с центра. Ну, вот попытка с КТ стреляться, нет, не получилось. Ну, этот парень может. Стреляться дымом энеми и... Ну, что, походу, это уже все. Контратака начинает. Застаза. Гейминг, Таас Брейд, просто выход с центра. Ну, не контролит среднюю линию, хотя здесь могут перекрыть спокойно игроки. Ну, спокойно. Пока что 3 в 2. Пока что 3 в 2. Очень интересная, кстати. Ну, и времени тут 30 секунд. Очень интересная штука сейчас у Фореста. Вот как он будет с ней себя вести, пока непонятно. Куба. Ой-ой-ой, разменял. Форест дал минус. И теперь Паша с Кубой нам будут воевать против Фореста. Ну, видите, что у Фореста такая ситуация. Во-первых, вот... Он здесь уже просто ничего не успеет, я думаю. Во-первых, то, что лежит перед ним, нужно еще взять, да, и времени там 10 секунд. Ну, хранит просто, убежит спокойненько. Ну, почему бы и нет. Смысл идти стреляться в такой ситуации. Не, ему просто не дадут поставить бомбу. Вот только на счет ее ставить, его сразу же убьет, поэтому... Хотя бы еще отличный шанс засейвить, его не пушат, как бы, и... Все правильно. Все правильно, все хорошо. Так вот, куда дальше это полетит, надо посмотреть. Ну что, перешли 8 давно уже фрагментов. Секютерс 10-2, и они могут вообще тут сделать очень неплохо счет. Они могут сделать 13-2, если очень сильно захотят, конечно же. Да, но обычно, вчера, по-моему, какая-то карта была, где они так же вот выигрывали, но потом три последних. Да. Ну, вот матч с СК, кстати, 10-5 было сыграно. Так, не, ну здесь сейчас видно, что ФХ совсем по-другому играет. Очень, очень уверенно. Вчера у них такой игры не было. Да, вот немножко переживал за поляков с утра, они довольно-таки выглядели... Не знаю, казалось испуганно. Но, на самом деле, на практике оказалось, что все сосредоточено. Сосредоточено. Ребята, каждый в мыслях, каждый задумчивый такой... Эта команда просто, она умеет играть группой, умеет играть плей-офф. И совершенно, будто их там всех подменяют. Вот такое можно сделать. Не, тут уже пошла все, высокая шпилька, игра за деньги, и проигравший... Не то, что останется без денег, проигравший будет играть матч за третье место. Попытка дать контроль, а размен тут. Баном есть. Паша. Нео. Нео включается просто к раздачу, бреет спокойно. Весь центр, остается последним. Но Форест останется, Форест может. Форест опасен, минус нео, идет дальше. По-моему, синхронизация как бы с атаками сейчас у СК-геймера. Да, да. Запаздывает постоянно кто-то. Вроде они заходят с разных сторон, но кто-то постоянно остается один. И не поддерживает. Знаешь, тут вот и фиксы начинают вот делать вот ту же штуку, что и делает СК со всеми. Вот они начинают вот так же играть там по три, по четыре, идти кучей, выбивать. То есть они вот начинают играть количеством сейчас против СК. Да. Выбили численный перевес аркады на отца, и все, и все отлично. Да, вот они знают, что А будет выходить там вверх-вниз, мидл. Они подошли туда всей кучей, дали минус, перетянули сразу. Но они смотрели демки, это... Они смотрели демки, да. Они смотрели демки и более-менее готовы. Пока тут... Ну тут и на отца Робан пытался выйти. Сделали фраг, размен. Кубин, в принципе, с позиции справился. Ох, фейс, Паша уже включился. Минус от Гитрайт. Гитрайт. Закрывает спокойненько из-за дальнего вагона. И счет становится 12-2. Вот тебе и польский Counter-Strike. Да, как говорится, вообще, на самом деле, легче стать чемпионом, чем защитить свой титул. Поэтому, ну, конечно, Na'Vi отдельный, респект, уважуха, как парни так долго держатся. Все смотрят их демки, пытаются их выучить. Все уже нарезу знают, что делают Na'Vi. С Na'Vi никто не тренируется теперь. Да, с Na'Vi никто не тренируется. Затренировали на свою голову. Но все равно они тащат. А вот СК отыграли пару чемпионатов. И уже у них, по-моему, начинаются проблемы. Ну, посмотрим, что будет дальше. Минус от Таза. Попытка пробиться. Форест. Форест. Прогнал. Тот не дает выйти. 4 в 4. Да, 4 в 4. Ситуация очень интересная. Вот сейчас полякам надо поймать момент. Карта. На ласт раунде. Позиция вот мне нравится сейчас. Мне вот нравилась позиция бидрайта очень сильно. Просто очень сильно. Она прямо на перспективу была. Но времени еще много. Здесь можно подумать. Пораскинуть мозгами. Заставить. Ввести в заблуждение оппонента, например. Да, минута, минута в контрстрайке. Это громаднейшее количество времени. Ну, конечно. Конечно, не супербольшой. Его подобрезали. Вот, не знаю. Буквально 7 лет назад. 8. Даже не помню, когда 3 минуты раньше играли. Но это слишком много было. Турниры в 2 раза дольше шли. Потому что многие команды просто могли с эти 3 минуты сидеть. Такой оптимальный турнирный вариант по времени. Надо нам посмотреть. Надо показать зрителям, что сейчас делают коллективы. Да, да. Вот я показываю. 28 секунд. И... Ну, все-таки буду смотреть, наверное, здесь. Да. Здесь, думаю, будет более-менее понятно. Хотя тут вот... Читает. Ой, как просто. Какой память. Хватил, разменялись игроки коллектива. Форест. Прожал Панео. Ну, и это 3 в 2 в меньшинстве поляки. Паша и Кубен. Вот невнимательно. Ждали, видимо, они выходом закрытый. Спонтанного такого дерзкого. Но... Как видим, качнули АВП от Паши. Открытие пятая линия. Броспел, дул поан. И убивает Пашу. 12-3, первая половина. 12-3 в пользу FX. Ну, и вот теперь, конечно, пистолеты, если возьмут FX, они могут выиграть и матч. Да. Первую карту-то, точнее. До двух побед мы проводим наши полуфиналы. Там, вдруг, кто не знает, людям в интернете, кто нас смотрит по стрим-каналу Киберарена ТВ. Друзья, вам всем еще раз доброго дня уже. Games World привет. Там тоже смотрят. Уютному чатику. Конечно же, Games World привет. И, в принципе, у нас начинается очень интересный день и очень интересные матчи. Конечно же. С какими мы пришли на совещание, поляки тоже. Ну, пистолетный раунд очень-очень важный. В общем, болельщики польского коллектива могут сейчас сбегать до аптеки, купить себе что-нибудь для сердца. Для сердца? Да, для сердца. Давай лучше купим валерьянки для моего кота. Нет. Я еще ни разу это не делал. Я тоже не надо. А то он буйный стал. Ну, можно просто проверенным способом кровололу выпить. С пятого этажа. Так, ну что? Да, занимают свои места ребята. И, в принципе, пока что... Пока что поляки еще совещаются. Да, да, мы вот наблюдаем сейчас за польской командой. Ребята нам обсуждают со мной, кстати, в кругу. Что здесь сказать? Они просто понимают важность пистолета. Они просто говорят... Так, что будем делать? Что вчера мы видели в пистолета Хой СК? Что можно сказать вообще? А в принципе, что? Там еще поляки понимают, что им будет сложнее сейчас взять пистолетный раунд, чем в защите, что вполне логично. Знаешь, ну три раунда для ИФХ, я думаю, это под силу. Но мы не раз видели такие чемпионаты, чемпионаты мира, там полуфиналы, финалы, где вот после такого счета делался камбэк и вытягивалась игра. То есть вообще, как думаешь, на три карты ставить сегодня? Я вот честно, как я вчера говорил, я не знаю, чего ожидать вообще ни в одном из сегодняшних матчей. Не знаю, что здесь будет, не знаю, что будет в следующем полуфинале. В втором полуфинале, я думаю, если будет Инферно и обе команды будут в боевой готовности, ну мы будем смотреть с тобой топы и очень долго. Будет очень много криков. Да, будет очень много криков. Очень эмоциональная игра. На русском языке, что самое интересное. Клич на ФЭКС прозвучало, ФЭКС Пава. Мне ФЭКС Пава говорят, ФЭКС Пава. Классно. Почему не на польском? Не то, что это вот ДТС бегут, бегут, бегут. ДТС бегут, бегут и волосы назад. Ну что, 12-3. 12-3, первая половина. Да-да-да, убрал раунд. Таффа поправил. Робан что-то тут еще крикнул такое на шведском языке. Ну что, понеслась, смотрим, наблюдаем. Да, давайте смотреть, давайте смотреть. Важный момент, ответственный момент для обоих коллективов. Там очень долго что-то обсуждали сейчас ребята из команды ФЭКС. И действительно интересно, что они приготовили своим соперникам. Как они будут играть. Посмотри, внимательно, кстати, разыгрывают на закрытом дискогейминг. Там сразу был... Не, ну мне... Ты заметил, бежал сразу. Не хочет рисковать. Не хочет рисковать, реально, да. Ну здесь какую-то супермутку, по-моему, задумали ФЭКС. По-моему, они тут решили... Крутят, вертят. Покрутят, повертят. И что-то, что-то они там, да, что-то у них... Ну они, наверное, хотят сейчас получить численное преимущество. Очень сильно, потому что они с ним разыгрывают, а они отлично. Главное, чтобы отожгли все. Да, смотрим, смотрим, смотрим. Пока на контакт. Ну вот, на гидрайта вышел на контакт. Проверил, посмотрел. Видишь, его немножко там обманули. Там вытягивали его голову, потому что он стоял под правой стенкой. Закрывал себе хедшотом... От хедшота свою голову возле стенки. Его немножко вытянули оттуда. И за счет юспа пытались его минуснуть. Но уже... От хореста тем временем. Кубина открылись поляки. Игра пошла. Не отпускают. Ну и это Кирпилова просто полная. Сейчас от польского коллектива. Форест, фейс, бомба упала. Остается один Нео. Делает минус. Куча швейских криков и добивает Нео. Вообще очень жестко. Это 12-4. И игра немножко затянется. И игра... Да и немножко, я думаю, затянется. Да, это вполне под силу сейчас для команды СК сыграть в защите под ноль. Здесь сумасшедший набор игроков. Именно жестких стрелков. Все будет зависеть от первого девайсного раунда. То есть зеркального. Чтобы атака закупилась полностью защита. Ну, я не думаю, что все. Но в любом случае, да. Будет очень интересная защита. Сейчас СК будут показывать свой максимум. А вот готовы они к этому или нет. Потому что мы видели, что Паша попадает с утра. Нео включился сразу. И может быть эти ребята накажут все-таки СК на трейне. Минус от Гет Райта. С пистолетным раундом. Что-то они передумали, конечно. Думали, думали, передумали. Да, да. Я считаю, что против такой команды, как СК, не стоит разделяться. Да. Ни на пистолетах не надевать. Ну, в принципе, они всегда играли парно. Но здесь они как-то совсем уж с разных сторон вышли. И Нео задержался. Да, их там разбросало по точкам, растянуло. 12-5. Посмотри. Так-то не особо много раундов. СК гейминг нужно взять. Им это, в принципе, все по силам. Если игра за защиту, будет пахнуть стабильностью просто. Еще 11 до победы. Как-то немало этого. Очень немало. Здесь сначала на ищу хотя бы надеяться. СК геймингом. С шведом. СК геймингом. Да, ну давайте, смотри. Тут уже выскочили сейчас с гранатами. Дымы, флешки. Брали FX. И сейчас за счет них пытаются пройти. Да, пытаются сделать тачдаун. Посмотрите, что сейчас происходит. Паша, нет, не дает минус. А тут, конечно, у вас сбивают. Ни у кого не получилось. Но тачдаун прошел. Бомбу поставили. Это уже самое главное. Минус все от СК. 12-6. Теперь есть деньги. Да, плюс еще бомба была. Ну, жестко. Сейчас будет очень смачный бай. Я даже не побысту этого слова, что линза может появиться вот в первом раунде его атаки. Окуляр, да. Окуляр есть. Окуляр есть. И за счет него будет разыгрываться раунд. Вот этот человек, который очень многое зависит от такого игрока. Ну, не конкретно игрока, а роль этого игрока. Я имею в виду, роли снайпера в игре. Ну, тут она очень важна. Их парней ставят постоянно бомбу. Очень стабильно. Что делают? Бомбу ставят на них. Ну, в смысле ставятся бомбы, а ЛПР всегда прикрывает. А, это да. Да, и не только бомбы. Тут он просто весь выход на точку может за счет него пройти. Он может расчистить путь своей команде. Ну, давайте посмотрим вообще, что готовят команды. О, мне тут очень много интересных моментов. Одновременно видно. СК-гейминг в своем стиле, кстати. Они играли уже такие раунды. Я от них видел. На самом деле там очень интересно получается, если их не перестреливаешь и с тобой этого тиммейта. Можно так просто напороться и дальше будет очень тяжело. Не, ну, в принципе, пока FX спокойно, они у них есть преимущество. Двойное 12-6. Им нужно 4 раунда до победы в этом матче. И, правда, эти 4 раунда будут крайне сложные. Конечно, для них лучше взять дело в свои руки прямо сейчас и его подряд парочку раундов выдать. Ну, это будет крайне сложно. Так. В молоке, кстати, сейчас. Делпан делает пенус. Делпан с ВП не дает выйти с верхнего горба. Таз там, походу, все-таки тазу удалось прошмыгнуть. Мерзат паши. Боро с спины, Кубан. Ой-ой-ой. Кладет просто. Кладет. Попробуем пытаться убежать. Там уже есть гидрайт. И это да, это найс. Ну, вот эта расстановка СК, она позволяла очень быстро поджать спину через верх-низ. Там двое были на пожарке и сразу же зашли в спину. Форест, его даже не слышали, он уже был. Еще не вышли. FX, он уже был в спине. То есть там очень четко отфлешили на точке. Фейс долго там под плентом просидел. Вот мне интересно, будет ли на открытом планте заруба от FX какая-нибудь быстрая. А вот сейчас будет заруба, смотри. Ну, сейчас узнаем. Сейчас посмотрим. В принципе. Нет, все-таки. Нет, они там хотели, наверное, с упора прогнать Чеку еще. Именно парня в упоре или убить его. Но его там просто не было. Форест просто пока что порабощает здесь Нео, Минус, Нео, Мидли. И пока что очень сложно. Дается атака FX. Так, там посмотри, там какая центровая собирается у Лоска Гейминг. Прямо так интересно втроем заколбасились. В одном месте. Тут уже есть интересные действия. На перспективу польского коллектива. И за киша просто перед бурей. Мне понравились вчерашние раунды СК, когда они на Б выходили, закидывали очень четко к флешке. Вверх полностью слепили. Без шанса. Вот и Таз. Минус от Таза. Бомба установлена. Видит еще одно. Сдачку Гидрайт закрывает его. Уходит. На бомбе, в принципе, здесь... Ну, нет. СК в численном преимуществе. Они, в принципе, могут выжить. А вот три три уже огород. Два три один. Форест. Минус форест. Один в три. Один в два. Один в два он остался. И... Ну, тут сложная ситуация, на самом деле, возникла. Но она не тупиковая, но сложная. Ой-ой-ой. Но тут уже она начала рано кричать, но не стала влезать. Он знал, что там есть. В этом есть. Он просто не знал, что его смотрят. Что начинает тащить СК гейминг в этом матче 5-0 паузу. Тайм-аут или что? Нет, нет. Нет, нет, нет. Попросил секунду. Они ругаются так на польском? Или что это? Да, да. Один в кармап. Долпан все успевает. Играет еще и спрашивает нас про тайм-ауты. Сейчас еще альтапница в фейсбук зайдет, полазает, по музыку послушает. Вся пресса выживает. Вживает. Что-то тут начинается очень жестокий спор у поляков. Сейчас, может быть, там стоит... А их, наверное, видно, их показывают. Нет, видимо, у них там было что-то готовое, как бы... И кто-то что-то не то сделал. Кто-то что-то не то сделал, потому что выглядит это как разборка, как наставление на путь истины. Да, я первый раз такое вижу, что вот фейсбук, видимо, серьезно настроен не на игру. Они понимают, что им необходимо выиграть Детрейн, что сейчас очень хорошая возможность это сделать. Но пока что ничего не получается в атаке. 5-0 проигрывают. Там сказали, лурд, это в жизни ты на костылях. А так ты мог выйти, выйти и убить. Да, не бойся бегать. Да, не бойся бегать. Опусти шифты, тебе можно бегать. Ну что, 12-8. 12-8, вторая половина, такой второй период первой карты. Одно очко разыгрывает. Так. Ну что? Ой-ой-ой, лурд неудачно выходит. Сейчас у нас сверху и низу, его спокойно закрывает Форест. Ну там агрессивная позиция, наглая, ну и все. Понеслась просто шаврай. Паша, Форест. Ну просто он как лесник всех берет и рубит. Рубит очень жестко. 2-4, но тут еще можно что-то сделать. Миросат, нео. 2-3. 2-3 и смотрим, что там у Фореста, да. И как бы понимаем, что можно еще что-то сделать. Ну это интересный момент. Но я думаю, здесь уже все продумано. Я вот так и знал. Вот что это ошибка была. Просто. Ты заметил, как сыграли СК раунд? Да. Ну сейчас посмотрим, что придумают, конечно, в такой ситуации Нео. Но он один против троих. И просто СК пытаются играть, знаешь, тимплейно. Очень тимплейно, без каких-то супер наворотов. Прямолинейно. Они вместе бегут и сносятся. Так тоже нужно уметь играть. Это на самом деле очень непросто. Там, кстати, да, вот этот момент. Ну и Форест тупо с одним хп такой еще остался живой и добил. Сколько он там фрагов сделал? 4, да? Ну первые два там, знаешь, как-то по одному умирали. Первые два игрока команды FX не очень мне это понравилось. 12-9 СК. Все ближе и ближе. Вот крадутся они как фраг экзекютерс. Подградываются с 10-го раунда для СК гейминг. Ну, не факт. Не факт. Не факт, но может быть. Очень может быть. Но неужели еще они свою игру поймали. Они поймали свою игру. У поляков не получается. Форест 16-2. До этого могло там что-то получиться, там, кабул, дываясь на раунд. Серьезно, с выходом на закрытом здесь. Ваш, как видим, пробивает, пытается контроль, но его разменивает. Внимательно, очень внимательно играет поляков. Проход на точку. Ну и попытка закрепиться, конечно же. В их исполнении. Ну вот, видел, что-то ноги. Паша, ТАС, делает еще минус. Он очень агрессивно играет. Форест, кстати, подобрал АВП, если начинает решать минус Нео. 3 в 2. В меньшинстве защита. Ну, уже на бомбе розыгрыш пошел. Ну, знаю, что здесь ТАС здесь. Знаю, слышали, видели. Так, ну вот тут интересный момент. ТАС, нет, не переставит. ТАС, не повезло, ТАСу... Тут главное сейчас не упустить вот возможность. Так, ну все, на контакт не идут. О, е-е-е, Паша, минус Форест. Но ЗОМ, нет, не добивает гидрайт, она не уже разбегается, по-моему. Но он не убежит тоже никуда, по-моему. Да, он не убегает, гидрайт остается живой и достается ему девайс. Так, он ВП ищет. Ну что, берут первый раунд два атаки, фраг-экзекитор с большим трудом. С большими потерями, но они его взяли и... И почему там, все, там достаточно все стандарта просто получилось. Но снова у них, они покупали на последние деньги и еле-еле вот... Это обычная жертва, скажем. И потеряли все девайсы снова. Ну они сейчас могут так же купить. Только тебе придется по-другому играть и, наверное, можно нарастить денег не будет. Здесь, конечно, наглость есть от Флорда, попытка его запуска на единицу, но там с этим справился, в принципе, Форест. Ну что с Форестом? Робан еще перекрывает зелье. Ну и стихонный выход просто обламывается. Одному Паше удается сделать размен в этом раунде, и это 13-10. Снова непонятный минус. Вообще не дает Форест выйти, если вот никак мидл, никак десятку не пускают. Он всегда там делает по минус два, по минус три. Вот без раскидки играли. Денег-то не осталось. Играли без раскидки. Центры не подготовили, решили пробежаться. Ну вот смотри, 22 на 3 статистика Фореста. 22 на 3 Фореста, но он тут уже все. И 13-10 счет в этом матче. Он просто как кондуктор, фраги собирает, как деньги. Ну что? Да ничего вообще. Да ничего. Ну что ты, ничего. Так, там есть, как я вижу, попытки прострелов от защитников. По-моему, в FX решили еще немножко пообщаться в этом матче. Да, это по-моему. В этом раунде. Ну это логично. Гидрайд залип в мониторе фейса. Такой сидит, монитор ему смотрит, все залип. Ну что, дискотека. Просто дискотека. Посмотри, тут есть шанс лесника забрать. Нет. Нет шансов забрать лесника. Лесник справляет. Ну что, минус 2 делает. Это 24 фрага, гранатка на закрытом. Отличная, кстати, гранатка с чеком от фейса. И все. Хорошая гранатка от гидрайта была, да? 13-11. И 24 на 3 статистика. КД 8 и 0 в первой половине у Фореста. Эх, да. Так плюс 21. Вбежал. Просто сносится. Сносит и уничтожает. Сейчас Форест, но не хватает, знаешь, наверное, сейчас СК. Кого-то еще. Так, Делпан. Первый фраг от него. Так, они с Пашей поход на контакт вышли. Нет, здесь видишь, как поляки решили, да. Здесь все. Я просто думал, они будут делать бай, но что-то они... Смотри, что происходит. Ай, 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 ай. Там пронесли почти. Просто флэн могли поставить. Ну и с разменом. В этом раунде с разменом. Делп пробегает, два поляка. И гидрайд за ними, третий бежит. Веселуха. 13-12. Гемос пауза. И что случилось? Что-то произошло? Да, да, да. Там, слушай, там компьютер этот, посмотри. Он вчера тоже глючил. Вроде бы как. Ребят, вот админа, там не работает у него микрофон. У кого? Проблемы с микрофоном у него. Так, он там админ идет или что? Так, помощь. Вот администратор пришел, будет спасать ситуацию. Посмотри, вот ты посмотри на это. Ну не имется человеку, просто не имется, он прется. Он хочет поставить, по-моему, рекорд на этом матче. Не, ну он тут может, в принципе, к трясаточке подойти. Я думаю, совершенно спокойно, уверенно. Жестко, очень жестко играет Форест. Плюс 22. Вообще жесть. Так, ну а мы ждем второй еще полуфинал. Эх, второй полуфинал. Вот у меня все в голове, сейчас он только о втором полуфинале. Я прямо хочу... Меня даже сложно представить, как оно будет. Там будет столько криков. Она достаточно, там, за роботом в чате между ИСК и ИСК сейчас происходит. Баллпан писал, что, типа, ребята, вы не можете вставить в трой паузу, уже брали, типа, там, тайм-аут. Ну, типа, ну, типа, ну, типа, ну, что Кубан написал, что ты вообще не можешь говорить ничего, ты вообще не можешь говорить ничего, у тебя нет прав, только капитан-то может делать. Ну, и потом ответы от всей команды и сказали. Спалил. Ну, такое. Непонятно. 13-12. Два эко проходило у команды фраг-экзекютера. Сейчас... Ну, сейчас у них тут, в принципе, опять окулярчик. У Павлика. Да, нужно что-то делать. Нужно как-то... О, ты-ты-ты-ты-ты-ты, что такое? Это дроп, наверное. Это нет, это не дроп. Это не дроп, это вот, это и бай. Это такой бай будет ИСК, походу. Это может привести к плохим последствиям сейчас. Это может все изменить. Да нет, наверное, скинет. Наверное, скинет. Нет, вообще бывает такое, что реально стрелки, которых там используют, там, на мясо, да, вот в самом начале, чтобы они там бежали постоянно на контакт, вот, они начинают кобрать ИВП, то есть там... Месяц, NextLan какой-нибудь, они там начинают с него прямо штопать, штопать и штопать. Я помню, что вот был такой Сандо в МТВ. Сандо в МТВ, когда вы... Это один из лучших ВВП мира в свое время. Ну, да, 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 так до этого-то он СВП-то и не очень, это, играл. Я не знаю, сколько помню, столько он и был СВП-то. Он его там поднял за год примерно, и там такие просто вдавал невероятные вещи. Знаешь, я как раз наоборот вещь, я помню, что он был всегда СВП, потом он начал играть с Кольтом, когда в команде появился еще один снайпер. Вот я не помню, кто там пришел в МТВ в то время, Трейс, по-моему, пришел. Ну, когда Сандо заменили, я очень удивился. Очень. Его же заменили. Ну, ты посмотрел бы страничку на Фейсбуке, и ты понял, что Сандо и так живется замечательно. Нет, я не видел. Я не видел, но посмотрим. Ну что, здесь сняли матч с паузы, 13-12, одно очко. Преимущество есть у фрага Экзекьютерс, но и важный, важный раунд. Гамми, Нео, ВП минус, Гидрайт. Вот, вот, какое решение. Какое решение приняли сейчас и ФК. А вот я говорил тебе о том, что Нео может с ним сделать. Так, здесь попытка пробраться есть от валяи. Упал, Форест дает минус. Ну, просто... Ну, он еще выбил на инфу, сейчас неплохо. Робо минус, Нео минус Форест, наконец-то. Закрыли, закрыли. Пробивается здесь Кьюбин, пытается пройти робо на контроле, 3-2. Ну, и Паша и Нео остаются. С фотоаппаратами. О, вот это будет интересно. Минус от Паши, минус Делпан, 2-2. Ну, очень-очень сложный момент. Вообще, здесь главное прочитать. Прочитать шведский КС. Что они будут делать. Уже-то что такое вообще происходит? Минус от Паши только что хорошо. Хорошие флешки там давал. Нео дал флешки. Смотри, сменили девайс, короче. Паша сменил девайс. Ну, они специально, они загоняли под крышу Робона. Там, 2 флешки на это потратили. Ну, все, в принципе, получилось. Теперь у них может возникнуть все равно непредсказуемая ситуация. Потому что остался мистер непредсказуемость. И, как видим... Повезло сейчас полякам, если честно. Потеют, ребятки, потеют. Стараются. О, бишь, батюшки. Нео вышибает последнего Фейса. А Фейс, кстати, крался очень-очень хорошо. Паша дал 2 минуса. Нео в этом раунде, по-моему, 3 минуса. Да, 3 минуса сделал. Вот эти два парня сделали весь раунд. И 14-12. Все-таки Фейс не сдаются и навязывают борьбу по концовке матча своим соперникам. У нас 2 раунда до победы Фейс. Но Форест 26 на 4, конечно... Я думаю, 30 у него будет. Думаешь? Да, давай, может, зачервим? Нет, надо. Не стоит, я думаю. Так, ой! Да, блин, опять я. Как-то страшно все это было. Это было вот там под... Нет, здесь, да, именно здесь. Очень интересно, что сейчас придумают команды. В принципе, если возьмут ФХ этот раунд... Если. Если, да, то там будет все довольно интересно. Во-первых, матч-поинт. Во-вторых, у СК там будет не все в порядке. Ну, должны быть там, раскидают каким-то образом. Да, по-любому. Нет, там у них... Их вообще с экономики не сбить будет. Ты у них там, посмотри, там как минимум 2 человека. Или 3 могут поделиться. А когда делятся, это хорошо. Всем всегда хватает. Смотри, что готовит ФХ. Смотри, что готовит ФХ. Ну, тут похоже нечто на... Смотрим. На то, что все видят. И пошел контакт. Минус отробан, не, он не попадает. Пятерыч подзакрывает. Пятерыч подзакрывает. Лурт раздает. Просто пятую линию взял, уволил. И это 3 в 3. Паша минус, get right. И фейсы, и дел панус. 1 лорд. Так, в одного. Закрыли Пашу. И лурт у нас. Вот ты посмотри на это. Ты посмотри на это. Он просто не пошел, не пошел убивать. Ну, у него было 3 секунды до конца раунда было. Ему нужно было ставить бомб. Я на время просто не посмотрел. Да, было 3 секунды до конца раунда. Он уже бежал. Думал, может, а может, пропрет. Знаешь, поставлю бомбу, пока там Делпан от меня убегает. Делпан тоже непростой парень. Он все понял. Прочитал сразу. Все равно одно очко преимущества есть. Только момент весь в том, что... Ну, все могут видеть на барах, что происходит. В этом. Развязка. Да, развязочка интересная. 14-13. По-моему, тут, возможно, ничья. Очень-очень как возможно. Нет, здесь ничего не будет. Почему не будет здесь ничья? Ну, разве что овертайм, но не ничья. Нет, ну да, ничья потом овертайм, естественно. Я это имел в виду. По-нормально слэм, я шучу. Я тебе постоянно прикалываю. Это легкий троллинг. Ну что, ничья. 14-14. Два последних раунда второй половины. Может быть, матч, а может быть и... Да, может быть. А может быть и не последний. Там, кстати, что-то сейчас прокличал Гидрайт или Фейс. Для меня это прозвучало как Эй, ты бот. Ну, там такое происходит постоянно между этими командами. Вспомним мы ВЦГ. Да, и... Так, ну что, давай смотреть за важным раундом просто для обеих коллективов. Так, Паша, минус. Это был Тауэр, ребята. Это был тройной Тауэр в центре. Да, и минус шестой вагон убрали. Ну, там Гидрайт, походу, уже был в упоре запирать. Ну, вот теперь есть естественное преимущество. Теперь вообще ход только за коллективом из Польши. Да, вот давненько они не делали первых прагов и Фэкс. Как только у них это получается, они могут зачастую взять раунд. Легко. Очень высокая шпилька вообще. Хотя СК тоже не дремлют, есть опачки. Да, Дулпан там же. Подстригли Пашу. Там же, в том же месте он остался. 4 в 4. Ну, и СК в попытках здесь наугад уже, грубо говоря, сыграть. Ну, и этот тут удачно заходит. В Пашу. На линию. Дигл. Как его не минус в полчаса. Ну, 3 в 2 ситуация. Есть шансы минус от Лурда. Лурд просто работает. Ну, вот. Поговорили с Лурдом. Ну, там и Таз должен выбивать Лурда. Он не должен был умирать. Он вышел и не убил. Просто зажал. Все туда-нибудь туда полетело. И мы с Дигла убили. Оооо. Фейс. Что это было просто? Что это было? Это был Фейс. Смотрите, СК гейминг не нужны болельщики. Они сами себе болельщики, как я понял. Да, и матчпоинт для СК на тренинг. Батюшки. Я уже их бояться начинаю просто. Ну что, 15-14. 15-14. И здесь уже на отчаянии сейчас будут работать фраг-экзекьюторс. Минус от Долпана. Смотрим продолжение. Так, исполнители. Так, ну вот здесь. Ох, топнули, толкнули. Отлично. Вот сейчас можно было забирать зелень. Лав-4. Но там справились с ситуацией. Купен. Прорыв Купен остается один. Лурд. Лурд, вернее. Стоп Лурд. Долпан. Победа. СК гейминг берут первую карту. Со счетом 16-14 они обыгрывают таким камбэком коллектив из Польши. Но нас ожидает еще вторая карта. Но вот СК рады, рады, очень сильно рады. Я думаю, нам на стриме покажут их на трансляции. Дальше покажут. Не переживай. Ну что, у нас небольшой перерыв. Скоро начнется вторая карта. Поэтому далеко не убегайте. Дальше покажут. СКУКОТИЩИ СКУКОТИЩИ Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. СКУКОТИЩИИ